Свердловск Посмотрите, как оформлено. Это не напечатано, это нарисовано. Здесь есть список участников. Если верить дневнику, в горы отправились 11 человек, 7 девушек и 4 парня. Об их возрасте мы можем только догадываться, но, скорее всего, они были очень молоды и верили скорее в шутку, чем всерьез в полумифических существ. Они называли себя жители планеты Йети. У них был свой гимн, у них был свой герб, они поднимали утром флаг. Впереди посвящение в Йети. Это будет в духе пересечения экватора с горным Нептуном. Хочешь кушать? Пой гимн. Хочешь спать? Пой гимн. На поезде они доехали до Алматы и разместились на ночлег. Ночь выдалась неспокойной из-за соседей. Хозяева палатки-альпинисты не давали нам спать. Они пели песни, нам они не понравились, так как вели себя развязно. Альпинисты позорят наш Свертловск. После завтрака обсудили маршрут и приступили к его осуществлению. Маршрут мы знаем в точности. Между страниц находим карту самодельную. Это так называемая хребтовка. Они сами перерисовывались с другой карты. В горах Тяньшаня с тяжелыми рюкзаками за спиной они провели около полутора недель, как это было, читая в дневнике. Поднимались три часа в тумане. Подниматься, скажу прямо, было тяжело. Весьма, кстати, слова. Не очень-то легкие тяньшанские отроги. Подходя к пику дружбы, поссорились. Девочки с одной стороны, Гера с другой. Дальше добрались на машине. От денег шофер отказался. Чувствуется душа человек. Вечером у костра было по-особому уютно. А еще авторы этих строк были детьми своего времени. Строгие, упрямые и одновременно такие романтичные. Услышав по радио о запуске ракеты «Восток-3», устроили стихийный митинг. А вечером пели песню у костра. Иди в временем, верный воно. Петь шпионеров, всегда быть готов. Они посчитали нужным это взять с собой. Они, видимо, это учили, кто не знал. Там, кстати, есть куплит, который я вообще никогда не видел. То давнее путешествие комсомольцев Йети завершилось благополучно. Они вернулись домой и, вероятно, пошли по жизни каждой своей дорогой. А исписанный дневник больше полувека спустя оказался на блошином рынке. Его новый владелец верит. Есть люди, которым эта история по-прежнему важна. Лично мне было бы очень интересно, если бы я узнал, что мой молодой отец или моя молодая мама ходила в поход. И что есть такой дневник, который она заполняла. И Александр решил их разыскать. Сейчас авторам дневника, скорее всего, больше 80 лет. Вглядитесь в эти имена. Быть может, среди них есть ваша мама или бабушка. Юлия Першина, Антон Муханов. Главные новости Екатеринбурга. Юлия Першина, Антон Муханов.